никогда друзья такого не делал первый раз за все время хотя вроде бы подкармливаю птиц уже почти лет 30 что ли получается с 90-х годов до сейчас 21 год и представляете практически ни разу не делал птичий кекс а у меня иногда спрашивают довольно часто между прочим особенно вот про разные виды жиров в кормлении синицы и других пернатых которые прилетают на кормушке можно ли использовать там куриный жир рыбий жир и так далее я всегда говорю что можно использовать любой не испорченный не соленый сырой жир животного происхождения говядина неважно курица все можно просто удобнее всего использовать обрез свиного сала это можно купить недорого на рынке там рублей за 50 килограмм такой тонкий кусочек рядом со шкуркой его и вешать удобно и все и по идее не задаешься вопросом а можно ли нужно топленый жир до топленый жир тоже можно его чаще делают из внутреннего жира такого некондиционного который мало куда годится но вообще-то вообще говорят топленый жир это на самом деле стратегически важный продукт в деревне его используют там когда коров или кос доят смазывают выми соски растирается им когда люди заболеют картошку на нем жарят главное вовремя не успеть съесть до застывания так вот процесс точнее свойства сала животного происхождения застывать и используется при изготовлении птичьих кексов берется нарезается маленькими кусочками жир вот я вчера первый раз за все время сам под нарезала обрезки свиного жира именно не соли не добавляется ничего из этого вообще никаких специй просто чистый сырой жир кладется сковородку или может быть в кастрюлю и на медленный огонь очень долго томиться у нас вчера по моему часа три или четыре мы выплавляли жир из свиного сала долгий процесс запах специфический так что действительно это вот прям нужно очень сильно любить птиц чтобы вот этим заниматься ну мы попробуем попробовали и самое главное что вот в этот жир нужно и можно добавить всякие разные крупы семечки орехи единственно вот я зря вчера добавил семечки с лузгой потому что как-то выглядит не очень эстетично с ними сейчас я покажу и семечки с лузгой у меня всплыли вверх а арахис утонул вниз вот в этом расплавленном жидком жире жир получается он пока горячий такой знаете консистенция примут масло масло подсолнечное и цвет похожий на чай не крепкий тут друзья хочу заранее подчеркнуть что при приготовлении корма для птиц нельзя использовать жидкие растительные масла сами по себе для пищеварения птиц они не вредны но вот при попадании на оперение происходит нарушение целостности перьевого покрова некоторые особи умудряются и осало изрядно натереться но такой неряшливый вид для птицы не опасен поскольку животный жир в том или ином виде входит состав копчиковой железы секретом который большинство птиц регулярно смазывает перья чтобы обеспечить водоотталкивающие свойства небольшие избытки жиров на оперение птицы устраняют с помощью гигиенических процедур купание в пыли это не только способ избавления от пироедов и других наружных паразитов но и значительной мере сухая стирка одежды крупицы земли или песка а также мелкие камешки выполняют роль адсорбентов собирая на своей поверхности различные загрязнения в том числе и жировые так вот заливается вот этот жир жидкий в какую-то емкость пластиковую стеклянную какую удобно можно прямо и в ней дать ну и ветер сегодня сегодня 0 градусов но такое ощущение из-за ветра северного что не ноль а все минус 10 прям вот руки стынут на ветру и в принципе я уже несколько дней как сало предлагаю синичком так что вот топленый жир сегодня будет им в довесок а самое то интересно что утопленного жира есть преимущество сравнение с салом свиным с кусковым то что его вороны не смогут утащить целиком и то что его можно размазать вот по трещинкам и щелям какого-нибудь дерева вот это я и планирую сделать потому что вот как раз на это дерево вчера пищуха прилетала вот представляете из леса до сюда добралась конечно тут не далеко в деревне но тем не менее я сегодня малый пёстрый дятел был минут интересно вот если он опять прилетит будет он салат это топленое есть или нет ну а кроме него там соли еще и орехи в паре хитом я думаю может подливать кстати говоря мне очень интересно среди дятлов практически все виды очень хорошо реагирует на подкормку салом и там большой пёстрый дятел средний пёстрый дятел седоголовый дятел даже зеленый все они сало любят на кормушках и прямо по целенаправленно прилетают и клюют сирийский дятел тоже а вот под вопросом для меня остаются малый пёстрый дятел и самый крупный черный дятел или желна поэтому если у кого-то прилетают эти виды дятлов на кормушку прямо именно на кормушку не рядом рядом то они бывают а вот на кормушку чтобы что-то поесть не интересно напишите друзья в комментариях я пока резал сало на улице вчера кот так крутился вокруг кота кстати помните вон он как видите какой толстенький стал это тот самый котейка которого подбросили год назад по моему в деревне и вот сейчас он кот полка столуется в нескольких дворов и чувствует себя неплохо так ну вот смотрите смотрите это получается такое сейчас трогать не буду я буду накладывать с помощью пакета на руку пакет надену полиэтиленовый им буду вот сюда замазывать вот он ведь он мнется можно из него шарик слепить попробую шарик сделать а снизу вот смотрите арахис видите да я еще арахис и семечки толкушкой немного ступки помял но тарахис измельчился семечки прямо немного не сильно хотя это семечки такие я бы не сказал что сильно крепкие их даже полевые воробьи могут есть кстати помните да что у полевого воробья у у него клюх послабее чем у домового и он например семечки с твердой лузгой он их почти не ест потому что у него вот предел который для него характерен предел твердости скорлупы это 7 килограмм что значит 7 килограмм что если сверху на семечка или другое там зерно положить какой-то груз и он будет вес весить 7 килограмм и он не раздавится значит груз должен быть больше и значит для полевого воробья вот такое зерно или семечка она в общем он с ним не не будет связываться слишком долго мы с ним нужно возиться вот хотя вот этот семечки осмотрю так едят он там полевые воробьи но больше больше они сейчас интересуются арахисом а вот еще остались шкварки после того как перетопили сало вот почти еще одна такая вот коробочка получается 50 на 50 получилось пахнут очень вкусно я вчера половину шкварок уже отдал ну как отдал положил на прикорм чтобы привлечь в какую-то лесу или вроде того но все съели местные коты кстати мне иногда говорят что вот так что очень хорошо что на приваде у меня сало коты едят но друзья вот рыжий кот есть рыжий кот один который мне постоянно в километре от деревни отмечается на приваде привада предназначен для лисы для куницы для птиц там типа соек и вот он ест методично сало и уже несколько лет год три прошло и он как огурчик вот этот товарищ так что может быть для домашних по чистопородных котов катастрофа там для печени или еще чего-то но для таких полу дикие деревенских не знаю может у них какой-то антидот есть здесь коты правда орудует но тем не менее сейчас попробуем пакетик использую для этого полиэтиленовым пакетом буду вкладывать вкладывать сюда да и все ну-ка берется хорошо галки полетели сейчас на пролете галки опять тысячные стаи в деревне на полях кормится вот сейчас низом идут о как пошли хорошо ну вот смотрите друзья галки летают неплохо на мой взгляд получается держится хорошо размазывается по трещинкам вот и ведь семечки тоже на мой взгляд неплохо единственное что вот здесь чем минус получается жиру то лузгу синицы будут выбрасывать но а вместе с ней часть вот этого жира получается что они выкинут не съедят поэтому вот лучше все-таки использовать очищенные семечки вот или к сожалению с собой их нет в деревне а вот в узге не использовать это первый пока что что я понял и вот смотрите получается какая вязкая консистенция в общем из нее можно хоть шарик что угодно слепить я вот сейчас наверное попытаюсь отдельную часть снизу достать и уже положить ее специальную кормушку для жира у меня есть в германии купил туда я засуну вот а еще часть вот так это уже ястреб где-то точно от воробьи полетели все где где-то ястреб наведывается кормушку но все все пошли пошли интересный а точно вон он полетел перепелятник или не не пойму по-моему это галка так про что я говорю я когда наделал семечек мне казалось что слишком много их взял и не все добавил даже вот арахис не весь добавил и на мой взгляд зря то есть наполнять можно прямо плотнее я для примера приведу рецепт благосклонного для вот этого жира топленого сорок девятого года еще прошлого года прошло столетие рецепт и кстати вот благосклонного предлагал прямо в жидком виде разливать вот этот жир по по деревьям и при этом подставлять снизу поднос чтобы вот то что капает не пропадала мне показалось это не очень удобно я вот размазываю с помощью пакета но мой взгляд нормально и у благосклонного и у других авторов часто составе кормовых смесей для птиц за основу берется принцип эклектики чем больше разнообразие корма тем лучше поскольку якобы обеспечивает разнообразие рациона пернатых нередко аналогичным образом поступают производители предлагая кормовые смеси для подкормки лесных и парковых птиц опуская тот факт что эти смеси стоят неоправданно дорого я бы хотел подчеркнуть главное значительная часть этих смесей всегда будет либо безжалостно выбрасываться птицами на землю либо оставаться в кормушке буквально на днях мне прислал фотографии никита один из спонсоров и подписчиков канала и спросил что делать с оставшимся зерном и просом в кормушке синицы вообще его не едят я предложил выспать где-нибудь где есть воробьи или голуби один мудрец сказал излишество вредно во всем ученик уточнил даже в многообразии мудрец подчеркнул особенно в многообразии подкормка птиц не исключение несмотря на многочисленные варианты птичьего кекса в том числе и такие где жир заменяется желатином крахмалом или даже пищевым клейстером я бы хотел настоять на ограниченном выборе ингредиентов первое за базу надо брать именно топленый животный жир поскольку он отлично хранится и сам сохраняет сухие составляющие в идеальном состоянии предотвращая доступ кислорода в качестве сухих кормов я не рекомендую использовать хлеб пшено проса зерно сушеные ягоды овсяные хлопья и прочие корма которые птицы в первую очередь синицы любят меньше чем семечки и орехи просто надо помнить что главные посетители кормушек это все же синицы на них и следует делать ставку учитывать их кормовые предпочтения для добавления в топленый жир лучше всего подойдет дробленый арахис грецкий орех фундук кедровые орешки без крупы и очищенные семена подсолнечника при этом орехи и арахис можно и нужно хорошенько измельчить это не только уменьшит нецелевую потерю крупных фрагментов орехов но и позволит таким мелким птицам как ополовники или пищухи если повезет с их визитом воспользоваться мельчайшими частичками ингредиентов ну а жир легко позволит слепить все это в единый шар даже если часть орехов вы перемололи в муку ну что крекс фекс кичи кекс вот он смотрите первый раз по моему я использовал по назначению вот эту пружину как-то не знаю сам догадался что нужно было так раз сжать и получился видите шарик 1 блин шариком первый блин для синичек интересно конечно будут клевать или нет салом то у них опыт большой а вот таким угощением посмотрим сейчас посмотрим поснимаю вот там с асфальта получится что-то или а кстати почему я вот за решился сделать этот птичий кекс потому что очень много люди про него спрашивают а можно ли а как вот я ведь теорию знала практику практически никогда сам не делал и поэтому ну и кроме того сейчас вот занялся книжкой про птиц про подкормку птиц и там я тоже рассказываю про птичий кекс и как-то нехорошо про него рассказывать а сам при этом ни разу не пробовал его сделать так что посмотрим что получится будут есть или нет ну что друзья пока вот висят вот эти кормушки привычные уже привычные для воробьев и для синиц ну и ветра 2 сегодня конечно они меньше пользуются вот этой вот этим птичьим кексом потому что он для них в новинку я вообще его раньше не предлагал ну хочу заметить что сало которую я размазал по стволу вот здесь уже и кот немножко подъел и вот тут подъели с этими семечками именно сало синицы и даже воробьи полевые ели практически сразу то есть им явно гораздо удобнее есть с дерева чем в этой сало держалки но когда я убрал все кормушки оставил только вот это вот этот птичий кекс сало держалки сразу большие синицы стали ей пользуются иногда по 2 по 3 лазоревка тоже вот тут одна или две лазоревки у меня держится тоже это сало ел причем именно сало и еще я понял что получается сало с орешками или там семечками это такой гибрид между семечками и салом то есть пока никто не мешает они едят спокойненько на сало держалки само сало но если кто-то подлетает кто-то испугивает последний момент они хватают семечка или в моем случае кусочек арахиса и с ним улетает на мой взгляд вот это такой положительный момент а еще что интересно складывается такое впечатление что вот это сало топленое синицам нравится даже больше чем сало сырое свиное потому что его все-таки надо выщипывать и вот когда у меня осталось только сало топленое сало держалки и сало на ветках они вот именно старались в первую очередь топленое сало есть и в сало держалки и на стволах размазанные по стволу яблони кстати сейчас ест сало а еще знаете какой интересный момент вот год прошел вот с этой с этой экспериментальной кормушкой и сегодня был один полевой воробей по моему один может быть может быть даже две особи которые наконец стали пользоваться и они вот как домой залезали через 35 через 38 миллиметров прям раз туда-обратно без проблем вот при том что у них он воробятник есть по сути дела какая разница большой разницы нет вот а сегодня ветра дует такой прям порывистый и хотя уже поднялось на солнышке до нуля точнее в тени в тени до нуля поднялось но нигде не вода не тает ничего потому что прям холодно а утром вообще был минус 5 и птицы даже вот когда порывистый ветер среди дня иногда вот синица большая сюда залетала а лазоревка вообще ее не было не было я думаю ну нет и нет потом бац она вылетает из скворечника то есть она все время сидела там скворечники а когда захотелось перекусить она оттуда вылезла и пожалуйста покушала и потом потом правда она не вернулась она куда-то улетела так что и среди дня птички используют домики воробей тоже в воробьятнике сегодня сидел причем я сначала думал что то он один там сидит а там оказалось что два получается самец и самка наверное всякий раз когда около воробьятника появляется синица них прогоняют но этим синицам повезло одна из них активно вынимала соломинки и другой строительный материал из левого кабинета двухкомнатных апартаментов полевых воробьев вторая синица со стороны наблюдала за несанкционированной уборкой но конечно вычистить за воробьями непросто они любят набивать жилище до верху странно что хозяева при этом никак не реагирует а может быть в этот момент они улетели с товарищами поклевать ставшие сладкими после морозов ягоды терна тем временем синицы облюбовали дуплянку там-то я летом все после воробьев вычистил пару лет назад там даже успешно вывели потомство большие синицы а в этом году выводили птенцов уже полевые воробьи а сейчас осенью синицы опять заинтересовались домиком кто же поселится следующей весной считается что полевые воробьи в этом плане сильнее синиц и вытесняют их из полюбовавшихся дупил или искусственных гнездовий это и неудивительно на кормушке полевые воробьи тоже без проблем прогоняли синиц и также ели топленый животный жир вообще настоящее оживлению птичьего кекса началось только на третий день саду по-прежнему висели и кормушка с арахисом и кормушка кот с семечками и отдельно куски сала но именно птичьим кексом под вечер особенно заинтересовались большие синицы садились и ели шарик по две три а то и по пять шесть птичек одновременно по мере поедания шарик уменьшался в диаметре и опускался вниз по кормушке такой момент даже у одной синицы застряла лапка между прутиком и кексом но жир сам по себе отличная смазка поэтому у этого инцидента не было негативных последствий смазанные лапки птичек скользили по металлу кормушки видимо отчасти поэтому жир в первую очередь был съеден на коре деревьев кот учуял запах сала это и неудивительно обоняние у них отменное поэтому на ночь я даже перевешивал салодержалку с кексом в более безопасное место все дальнейшие дни наблюдений птицы активно ели птичий кекс наравне с другими кормами поэтому на мой взгляд рецепт получился отличный концу недели от кекса не осталось и следа синицы и воробьи все съели вот такие движения у нас происходят в саду сегодня солнечный день очень здорово птички кормятся холодно и в общем аппетит у них хороший ладно с вами был василий вишнецкий всем пока всем добра а